Всем привет! Сегодня расскажу про новинку. Фонарь Fenix TK26R, предоставленный для обзора официальным дилером фонарей Fenix в России. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Новый тактический фонарик с аккумулятором в комплекте, зарядкой USB 3.0 и белым, красным и зеленым светодиодом. Комплект поставки следующий. Фонарик с аккумулятором, установленный внутри фонаря, ремовка и пластиковая проставка, защищающая от случайного включения при транспортировке. Инструкция, информационный листок, гарантийка. Темляк, запасные уплотнительные колечки и чехол. Чехол простенький, ничего особенного. Пошит. Не то чтобы криво, но ничего особенного в нем нет. Нет даже крепления молли на нем. Ну и давайте смотреть на сам фонарик. Сразу же отмечу, что производитель в инструкции поговорит, что у фонаря есть стабилизация. То есть яркость у нас будет стабилизироваться при понижении напряжения на аккумуляторе. Ну и давайте теперь смотреть на сам фонарь. Анодированный алюминий. Кнопка управления режимами в голове фонаря. Утоплена в корпус, не выступает за его пределы. На ней индикатор заряда. С противоположной стороны от кнопки расположен USB порт 3.0. Закрытый резиновой заглушкой. Резиновая заглушка такой хитрой формы повторяет изгиб корпуса. И должна неплохо гарантировать водонепроницаемость разъема. Главное ее туда хорошо заправить и разровнять, чтобы она не выпадала. Хотя вот этот вот выступ, если при работе в перчатках, можно открыть разъем. И не заметить этого, потерять герметичность. Клипса достаточно большая, жесткая. Устанавливается только со стороны головы фонаря. Упора для сигарного хвата у нас здесь нет. Рефлектор у нас здесь хитрой формы. Гладкий. Потом идет текстурированный такой под квадратики. Не видим, что кроме основного светодиода установлено два дополнительных. Кнопка управления в хвосте тактического типа. Рядом имеется вторая кнопка для тактических режимов. Подобное решение мы видели раньше у Феникса. Но она была резиновая и двойная кнопка. Теперь же как у Найткора. Эта кнопка отдельная. Она пластиковая. И есть основная кнопка для включения и выключения фонаря. И она же для управления основными режимами. Дополнительные режимы у нас включаются кнопкой. И чтобы вернуться в основной режим, нажимаем хвостовую кнопку. Немножко запутанное управление. Почему-то мы не можем с вот этой кнопки вернуться в основной белый режим. Просто ее зажать. Надо менять хват и переключаться обратно на основной режим при помощи хвостовой кнопки. Это очень такой спорный момент. Зарядный порт позволяет заряжать фонарь током до 1.8-1.7 А. Аккумулятор у нас здесь 18650 емкостью 3500 мАч. И, как по мне, немножко странно, что фонарик не работает на аккумуляторе 26600. Или какой там новый 27600. Что было бы вполне логично. Развитие линейки, увеличение емкости и времени работы. Резьба у нас не анодирована. И при откручивании кнопки у нас не спасет от случайного включения при транспортировке. По режимам. Минимальный режим белого света это у нас 10 люмен. Потом идет 150, 350 и 1500 люмен. Максимальный режим доступен до часа 25 минут. А минимальный порядка 100 часов у нас доступен. Цветные светодиоды у нас. Красный светодиод выдает 150 люмен. И доступен 4 часа 20 минут. Как видим, за счет расположения светодиода внутри рефлектора основного диода. У нас есть неоднородность луча и такая равномерность ход спота. На стенах с прямыми... Помещение с прямыми стенами это достаточно хорошо заметно. На природе это заметно в меньшей мере. Зеленый свет. Камера его передает таким вот каким-то выгоревшим, как зеленка. На самом деле это такой зеленый насыщенный цвет. Глазово воспринимает именно таким образом. 200 люмен и 5 часов 10 минут. Разное напряжение рабочее у цветных светодиодов дает разное время работы. Ну и повторюсь, что для переключения с цветного светодиода на основной мы можем сделать только при помощи хвостовой кнопки. С основной кнопки, с дополнительной кнопки мы этого сделать не можем. Можно это, конечно, и плюс, но с другой стороны это и минус. Кроме того, хвостовая кнопка режимов позволяет быстро активизировать строп. Основной светодиод здесь у нас КРИ-XP-E2. Это зеленые и красные светодиоды, вот эти маленькие, которые в стороне основного. И основной светодиод это ССТ-40. Он холодно-белого света и его жизненный цикл 50 тысяч часов, то есть порядка 5 лет. После этого периода он будет выдавать 50% своей заявленной яркости. Такой вот фонарик Fenix TK26R. Что я могу про него сказать? Весьма интересный фонарик, светофор. Плюсы у него это USB-порт 3.0, аккумулятор в комплекте, хороший зарядный ток, при помощи которого можно быстро зарядить фонарик. Управление с быстрым доступом к основным режимам по стробоскопу и выбранному последнему режиму. И из минусов, мне не понравилось переключение между основными светодиодами и цветными, когда надо для перехода в основной режим после использования цветных нажимать хвостовую кнопку для смены режимов. Кроме того, показалось странным решение использования в фонаре аккумулятора 18650, а не более нового и емкого. На этом все, спасибо всем за внимание, подписывайтесь на мой канал, до новых встреч. Ссылка на магазин промокод по скидку в описании к видео. Ссылка на магазин промокод по скидку в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok